Я думаю, никто не станет спорить с тем, что в нашем футболе не хватает какой-то эстетики, красоты и изящества. Что наши футболисты деревянные и, к великому сожалению, тех же самых красивых голов в нашем чемпионате днем с огнем не сыщешь. Но вот недавно Денис Макаров, футболист Рубина, сотворил настоящую красоту в матче против Зенита. И для того, чтобы вы вновь насладились этим эпизодом, вот, пожалуйста, его повтор. Согласитесь, это было действительно круто и такой гол не стыдно показать даже иностранным поклонникам футбола. Которые, кстати говоря, в восторге от этого забитого мяча в исполнении Макарова. И многие из них уже обсуждают, что, возможно, этого паренька стоит подписать кому-то из европейских коллективов. Ну, что тут скажешь? Пацан, к успеху шел. Получилось, портануло. Ну и теперь давайте изучим, что именно пишут иностранные фанаты касательно Макарова. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания BaltBet, проводит специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы зарегистрируетесь по ссылке в описании и введете промокод, указанный также в описании, то получите три бесплатные ставки. Так что проходите, регистрируйтесь и выигрывайте деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к обзору иностранных мнений. Робби Рутс написал, Денис Макаров должен получить премию Пушкаша за этот шикарный гол ворота Зенита. Ведь ему столько пришлось преодолеть на пути к нему. Он победил поле, свою усталость, накопившуюся к концу игры, а также двух центральных защитников и вратаря. Ну что тут скажешь? Действительно, все вот эти условия, они делают гол по-настоящему уникальным. Потому что поле ужаснейшее было к вопросу о том, почему у нас футбол не самый зрелищный, защитники противостояли Макарову. И действительно, это была концовка встречи, когда силенок, казалось бы, уже немного. Но Макаров показал себя. Йокхин написал, Денис Макаров, запомните это имя. Запомни меня. Ну что ж, будем надеяться, что имя Макарова действительно запомнят и не только иностранные болельщики, но и, возможно, зарубежные скауты, которые могут, так скажем, посоветовать владельцам клубов подписать вот этого российского атакующего хавбека. Филипп Вира написал, исполнение высочайшего уровня на поле, превратившемся в огород, Макаров сумел просто дезориентировать Ловрена. Ну, что тут скажешь? Опять же, фактор поля здесь серьезно повлиял на этот эпизод. На таком огороде, простите за выражение, показать подобную технику, это дорогого стоит. The All85 написал, Месси на этом поле ни разу бы не забил такой мяч. Ну, касательно Месси, можно вспомнить, что он дважды играл в Казани против Рубина как раз-таки, и за эти два матча ни разу не забил, поэтому комментарий вполне себе обоснованный. Паланджи Джевбар написал, гол Макарова просто великолепен. Энди Брэссел написал, такой гол, который забил Макаров на подобном поле, должен засчитываться за два. Ну, для победы Рубина над Зенитом хватило и одного забитого мяча Макарова. Ну, на Вальиньяс написал, Макаров стал бы хорошим усилением для португальских команд. Внимание, спортинг! Ну что ж, в спортинге в свое время неплохо играл Марат Измайлов, и причем это было относительно недавно. Возможно, стоит попробовать и Макарова у себя в этом клубе, если, конечно, предоставить такой вариант. Эрон Эрмстронг написал, из Ловрена даже в России делают клоуна. Ну и на эту же тему Ноэль Миранда написал, прощай, Дэн Ловрен, ты больше не футболист. Бурниш написал, это тот самый Ловрен, которого я знаю и люблю. Ну и, понятное дело, здесь очень много комментариев касательно того, как Ловрен отыграл в этом эпизоде. Ну, слава богу, они не видели, как Ловрен в свои ворота забивает в Зените. Ну и Команду Севен написал, вспомните, некоторые люди еще говорили, что для Ливерпуля продать Ловрена было ошибкой. Но, с другой стороны, учитывая то, в какой заднице сейчас Ливерпуль, в отсутствии вообще, в принципе, центральных защитников как таковых, я думаю, даже Ловрен сейчас команде бы пригодился. Хотя, кто его знает. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.